Ну, давай о оккупантах, которые действительно существуют, которые есть на... Это не опечатка, которая обстреливает, в частности, Николаевскую область. Мы спросим у главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Виталий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Были ли сегодня обстрелы? Вот какая сейчас ситуация в области, в городе? Были сегодня обстрелы. Ночью ракетами четырьмя, насколько я помню, нанесен был удар по Очакову. Вот, по инфраструктурным объектам. Часть сбита, часть прилетела. Погиб один гражданский, двое ранены. Виталий, сразу перейду к такому вопросу. Скажите, возможно ли, что будет попытка обхода Николаева россиянами со стороны Очакова и далее уже продвижение на Одессу? Или это невозможно? Нет сухопутного сообщения к Очакову, кроме как через Николаев или через Воззенск. Поэтому высадка кораблей в данный момент мы считаем, что крайне мала высадка десанта, потому что это ограниченные силы. Вы ранее заявляли, что, ну совсем недавно, что еще опасность вторжения, нападения на Николая все еще сохраняется? То есть вы это фиксируете? То есть они сохраняют вот ту группировку, которая ударная? Или же все-таки они вот более нацелены на оборону? Знаете, какова вероятность встретить крокодила за углом? 50%. Ну, конечно же, угроза того, что нападение будет на Николаев сохраняется. Но мы не видим сосредоточения сил с территории Крыма и с территории Херсонской области для подготовки наступательных действий. Спасибо. Виталий, еще один вопрос на самом деле у меня. На самом деле еще пара вопросов. Все-таки сейчас как работают коммунальные службы в Николаеве? Разбирают ли они разрушенные дома? Это вообще безопасно сейчас в городе? Смотрите, коммунальные службы все работают. Сегодня на работу в городе только Николаеве вышло 255 единиц техники коммунальной. Завалы разгребаются по недавнему повреждению жилых домов. Там работает городской штаб ТБНС. Все идет в режиме 24 на 7. Все эти 100 с чем-то дней. Это небезопасно, но небезопаснее все-таки ночью, когда обстрелы ведутся из ствольной артиллерии и РСЗО. То есть вся эта работа происходит днем, верно? Нет, ночью тоже работают. Если говорить о жертвах среди коммунных служб, то МЧС, два человека погибло при разминировании, четверо получили ранения за этот период. То есть из этого можно судить, что они постоянно работают в условиях опасности, потому что многие снаряды не разрываются сразу, кассетные. Поэтому они, в принципе, работают всегда под угрозой. Скажите, недавно у вас была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Можно ли сказать, что этот визит как-то вдохновил местных жителей и, в принципе, украинскую оборону города? Смотрите, ну, для визит в область президента это, кроме того, что это честь для региона, это еще и рабочие вопросы. И много вопросов рабочих, которые проговорили, они будут выполнены, да? Поэтому это... А экономические вопросы обсуждали, да, Виталий? Мой блок экономический, с военными военные, то есть гуманитарные вопросы. Мы обсудили социальные вопросы и касаемо сельского хозяйства. Поэтому это, безусловно, вдохновляет то, что первое лицо государства приезжает в регион на передовые позиции и вдохновляет солдат и всех жителей. Но кроме этого еще много рабочих вопросов, которые помогают региону в это сложное время жить. Вот, кстати, да, то, что это помогает региону жить. То есть я так понимаю, что уже есть определенный, возможно, обсужден с президентом определенный план действий по экономическому, гуманитарному восстановлению города. Это будет начинаться вот завтра, послезавтра. Это такие сроки или нет? Или это очень оптимистично? Эта работа велась и дистанционно, и, скажем так, больше как контроль над тем, что уже ведется. Работа эта не останавливается в принципе. И план по восстановлению региона, он прорабатывается и потихоньку уже реализовывается. Но, учитывая то, что мы идем под постоянными обстрелами, мы не имеем права сейчас запускать новое строительство по закону, пока у нас не деоккупирована область. Поэтому мы сейчас ведем подготовительные работы все, все экстренные работы, спасательные. Но в плане восстановления мы его реализовывать еще пока не можем. Виталий, смотрите, финальный вопрос. Я так понимаю, что Южный сейчас фронт, на самом деле, для оккупанта становится все более небезопасным. У нас есть какой-то шанс все-таки отогнать врага на относительно безопасное расстояние, чтобы все же артиллерии не доставалось нам, украинской стороне? Я этого хочу не меньше, чем каждый из жителей Николаевской и Херсонской области, как минимум. И да, такие шансы есть, мы над этим работаем. Спасибо вам огромное, Виталий. С нами был в студии Виталий Ким, глава Николаевской областной государственной администрации.